Если проехать по городу, то можно увидеть сплошные фруктовые деревья вдоль частного сектора. Вот алыча растет. Это какой-то хвойник. Дальше идет растет вишня. Вот это следующее. Дальше опять растет вишня. С другой стороны алыча растет. Опять растет вишня. Яблони. Вон с той стороны растет грецкий орех. Так чьи же эти плоды, которые находятся на общественной территории? Давайте разбираться. 12 часов 10 минут показывают часы на администрации. Сегодня 24 сентября. Сейчас узнаем сколько же градусов. 19 градусов. Несколько прохладно. Я уже сменил форму одежды. Раньше я делал в майку и в шорты. Сейчас я делал брюки. За прохладно все-таки ездить в шортах. Союзная администрация. Традиционная пробка. На светофоре. Когда я сюда приезжал 14 или уже 15 лет назад, здесь было свободно. Автомобили практически не было. Чем торгуют бабушки? Тюльпаны 5 рублей. Мед торгуют. Каштанов нету, грибов нету. Меня спрашивали, можно ли каштаны собирать. По-моему, уже срок наступил. Каштанов. Но я в этом году навряд ли их буду собирать. У меня еще с прошлого года осталось. В 15 километрах отсюда, по прямой, в районе Октябрьского, со стороны Котха, хребта Котх, рядом с Хатыпсом, растут каштанники. Обычно народ едет туда. Также каштаны находятся в, по-моему, челепси. По-моему, так, чепси или челепси с той стороны Кавказского хребта. Так, чей же вот этот грецкий орех растет на общественной территории. Его, кстати, пилят, обрезают. Наверное, полностью спилят сейчас этот весь грецкий орех. Существует две точки зрения, чьи орехи находятся, растут на улице. Это тех, кто посадил этот орех. Вторая точка зрения – это та, на чьей территории растет этот орех. И третья точка зрения – все, что растет на общественной территории, это все общественное. Что я считаю по этому поводу. Но я считаю, что то, что посажено на общественной территории, является общественным. А где же находится общественная территория? Вернее, личная или частная. Частная территория ограничена кадастровыми участками, которые вы покупаете. Иначе бы я бы за зрение совести взял бы и продолжил бы место нахождения своего забора чуть дальше и поставил бы там дом или бы сделал бы какую-нибудь стоянку. Но я же этого не делаю, и поэтому за пределами участка я сажу или цветы, или вот такой вот, как жест доброй воли. Давайте посмотрим, какие еще деревья растут на общественной земле на улице Ленина. Только что мы посмотрели, растут березы, растут, наверное, сосны, один несчастный грецкий орех. Кстати, все вот эти плодовые деревья администрация выкашивает на территориях общественных. Но кое-где все-таки остался грецкий орех, яблони, груши. Не так важно, сколько вы лайков и дизлайков поставите, как то, сколько много комментариев или сколько много вопросов вы зададите в подписи. Потому что, откровенно говоря, я исчерпался, исчерпался. Этому видеоблогу около пяти лет. Снят около, наверное, уже 500 видео всяких разных, чтобы снимать их по второму разу, по второму кругу. Поэтому мне так важно ваши реакции и ваши комментарии. Кстати, вот эти ивы Мацудана, 4 штучки, да, было их больше, садил я вместе с мамой. Потом они были пересажены вот сюда, слишком часто их посадили. И теперь я из этих вот ив каждую весну беру, как это, саженцы или отростки, проращиваю их и сажу в других местах. Ну, эти самые долгоиграющие, самые быстро растущие мои деревья. И вопрос такой, чьи же это деревья? Мои? Общественные? А бог его знает, я не знаю ответа на этот вопрос. В следующем году вот хочу по Кириченко посадить вот здесь вот ивы. Причем я не буду допускать больше оплошности. Каждое моё деревце я посажу как бы в бутылку, пластиковую бутылку, чтобы те, кто косит, жалели эти деревья, чтобы у меня хотя бы чуть больше осталась сохраняемость вот этих вот деревьев. Отвечаю также на вопрос, почему я не сажу плубфрактовые и плодовые деревья. Дело в том, что у меня была около 4 лет назад дискуссия с работниками администрации, и они меня, архи, попросили не садить плодовые деревья. И аргументация у них была очень простая. Вот если кто-то отравится, не дай бог, или поскользнется на вот это вот иве, не на иве, а на яблони или на груши, то кто будет платить? Если кто-то, какой-нибудь ребёнок съест вот эту вот грушу, которая растёт на общественной территории, и отравится, не дай бог, помрёт, то чья она будет? Вон я проезжаю, вот прямо по курсу видно 2 грецких ореха. Да, это грецкие орехи. Вот, ну фактически можно сказать, практически всё, что растёт на улицах из плодово-ягодного, уже всё уже состригнуло и уничтожено. На озере идёт облагораживание территории. Поменяли плитку. Красиво довольно-таки сейчас здесь. В частный сектор, как видите, здесь фруктовых и ягодных, и фруктовых растений, и орехов гораздо больше. Так откуда же появилось такое предубеждение, что каждое дерево, которое растёт за участком, это как бы личная собственность владельцев участков? Ну, всё дело в том, что раньше-то участки были 20 соток, а может быть даже и больше, в деревнях осталось даже и больше. И считалось, что если человек не способен посадить дерево, то тогда он нищий или просто-напросто лентяй. А вот это абрикос, мне кажется, да, абрикос. Так, орех с той стороны. Вот оттуда и пошло такое вот поветрие. Не поветрие, а такое вот мнение. А сейчас я ищу мусорки. Хочу показать вам одну из небольших особенностей людей, которые здесь живут. По какой-то причине траву, которая косится на участке, они не превращают компостную, как бы не сбрасывают компостную кучу, а несут на мусорные. То же самое касается и спиленных деревьев. Объясняется это дело тем, что мы и так платим довольно-таки большую сумму за вывоз мусора. И поэтому пускай администрация вывозит все это дело. Ну вот, я доехал до мусорки. Смотрите, рекуча лежит, здесь находятся ветки. А вот сама мусорная из трех баков. Баки пустые, а рядом лежат ветки. Это не единичный случай с такого поведения. Здравствуйте. А можно сказать, постоянно можно увидеть на каждой мусорке подобную же ситуацию. Иду по Псикупской. С правой стороны это поляна вид, осины. С левой стороны, не знаю, как эти деревья называются, но они явно не фруктовые. И администрация старательно все дело уничтожает все вот эти вот плодовые деревья на общественных улицах. И заменяет это все дело на низкорослые деревья. Я думаю, что и в будущем нас ждет такая же ситуация и в частном секторе. Вся вот эта вот борьба с фруктовыми деревьями будет продолжаться. И рано или поздно все орехи повыкашивают и заменят их на ивы или еще на березы какие-нибудь, или на вот такие вот деревья. Уж если не администрация придет это в голову, то какой-либо лоббистской группе, которая выращивает вот эти все деревья. А вон нашел хозяина, который сбрасывает грецкие орехи. Вот собирают урожай. Как раз сейчас время сбора грецких орехов и яблонь. Не знаю, обратит ли он на меня внимание или нет. Вон он с жердью. Обычно на концах вот этой вот палки приделывают еще вот банки. Посмотрите, вот сколько посыпалось. Пойду-ка я возьму одну штучку. Ну вот спросил разрешение снять, взять вернее. Речки вот такие худенькие. У меня на участке растут такие вот большие орехи. Иногда они дают поросль, исходы. Потом я вот эти орехи посажу у себя за участком. Пускай растут, мне не жалко. Ну что можно сказать, зря старался. Оба ореха оказались гнилые. А рядом растет виноград хачич. Ну и воровать не буду. У меня своего достаточно такого. Вернее не хачича, а лидия. Друзья, так что ж вы думаете по поводу того, чьи же растения, которые растут на общественной территории. Общественные. То есть каждый может подойти, взять это яблоко, грушу, не знаю, там, тутовник, шелковицу. Или все ж такие есть ограничения на все это дело. И задавайте вопросы, спрашивайте, задавайте темы для новых репортажей. Спасибо. 55, двухэтажный домик. Такой вот небольшой виноградник хачича. Все остальное уже срубили. Почти все плодовые деревья уже срубили. Еще пару недель, и виноград мы уже будем полностью собрать. То, что я не съем, мы уже будем сделать вино. Этот виноград растет у меня за пределами моего участка. За пределами участка я посадил хрен. В прошлом году я переизбытывал, слишком много его выкопал и сделал хрен как бы консервированный. Кому нужно, могу поделиться этим хреном. Еще растет калина, нужно будет ее проредить. Слишком мало она дает. Еще растет виноград хачич. Пробовала садить улюбию, пока она слабо приживается. Мало воды за пределами участка. Вот цветы, потихоньку они набирают цвет. Вот это растение. Советую, когда вы покупаете участок, посадить вот эти вот, не знаю, как оно называется. Тогда потихоньку ваш забор будет весь в зелени.